Друзья, лечу я просто уже в автобусе, перешел границу. Вот эти все паспортные контроли и теперь я лечу в Киев, домой. Спасибо Аомате, спасибо Алексею, Шаману, спасибо Шампура, Алия. Спасибо всем, кто меня поддержал тут. Теперь я лечу в Киев, добиваться успеха сам. Всем привет, друзья, это я, Вячеслав Тихонский. Я вернулся в Киев от Алексея, Шамана. Побыл я в гости, просто пока адаптировался, туда-сюда бегаю. Сейчас спешу снимать второй репортаж, что-то будет происходить, где небесная сотня. Там, по идее, не секрет, будет Зеленский. И я буду снимать репортаж. И, кстати, спасибо Алексею за вот это мою мечту. А мечта была моя, кто смотрел меня долго. Я долго очень шел к этому, что у меня был ноутбук. Теперь я могу еще дополнительно работать. Это у меня есть канал новостной. Вы можете найти Тихонский ТВ. Ну, ссылку я оставлю под описание. Друзья, подписывайтесь. И туда тоже можете посмотреть. И будет приятно. Ваше содействие, поддержки такой. Ой, руки уже болят, потому что у меня нет рюкзака. Я надеюсь, звук был записан, потому что у меня стоят наушники. Я только сейчас понял это. Я спешу. Сейчас встреча с Эдуардом. Я как журналист работаю в информоагентстве Правда. И плюс Тихонский ТВ. Все совмещаем вместе и снимаем репортажи. Сейчас. Ну что, поехали дальше. Всем привет. И привет тебе, Ольга. Меня зовут Вячеслав Тихонский. Это видео-визитка. Да, ну почти, да? Нет, не так. Ну ладно, это мой видео-блог. Давай привет передадим. Я, кстати, пришел на съемки, друзья. Друзья, я уже на съемках. Так что сейчас вы увидите. Образ такой, что это будет прикол. Ну секрет, что снимается. Скажи, что ты сделал со мной? Убрала дотумировку. Я сделал красоту на меня. Смотрите, я молодой священник. Оля, скажи свой Instagram. Там вот так, по всякий случай. Это не секретная информация. А, ну просто я творческий наш поделиться хотел. Может кто увидит и пригласит тебя в друг. Да ладно. Короче, кто знает, Оля, зовите. Все. Сотрудничество. Без татуировки непривычно. Друзья, вы будете в шоке. Смотрите, что у меня. Мы снимаемся с священниками. Ну такие. Машины проезжают, охреневают просто. Ой, друзья, если слышно, это хорошо будет. Я иду не в среди ночи, как ни странно. А сейчас полшестого. И это тот же день. Мы снимались с священниками. Это было позитивно. Я, как говорится, побродил пару часов. Даже больше, чем пару часов. Ждал, пока метро откроется. Иду сейчас в метро. Я опять иду сниматься в массовке какой-нибудь. Какой-то. Но только от других уже агентов. Тоже хорошо должны заплатить. Не секрет. 350 гривен должны дать. Сейчас по пути хоть бы сигареты купить. И вообще успеть. Там на 6 часов. А метро открывается. 5.40. Я еду в сторону Печерска. Ну, потому что предыдущая съемка. Везли типа по домам. Я сказал левый адрес. Ну, вот. Иду подработать, чтобы хотя бы где-то жить, ночевать. И как-то кушать. Все спросят. А ты ж был в Казахстане. Типа этот. Ну, я ж не буду просить наглеть деньги. И так благодарен Алексею, что помог. И все остальное вы поняли. Кто смотрит мой инстаграм. Я там тем более объяснял. Что у меня будет шанс монтировать видео. Подниматься. Вставать на ноги. Но все равно, конечно, надо идти к мечте. Еще одной. Это арендовать какое-то жилье. Комнату. Наверное, проще квартиру сказать. Хотя бы квартиру или комнату. Ну, квартиру было бы комфортнее. Короче, я пошел сигарет возьму. И пойду вот дальше. Друзья, не поверите. Продолжаю я сниматься. Вторую съемку попал. Сейчас мы снимаем. Нас переодели. Джинсы меня одели. И рубашку. Второй раз уже переодевают. Короче, ладно. Не будем нас светить. Будем снимать. Короче, друзья, я уже кушаю. И всем желаю приятного аппетита. Вот супчик дали. Тут второе. Салатик. Хлебушек. Короче, нас покормили. Кормят. Видите, все кушают. Мы на перерыве. Сейчас поедим. И будем продолжать сниматься. Не знаю, до пяти. Или, может, позже. А может, раньше. Снимается реклама какая-то. Вчерашняя. Ну, сегодняшняя, вернее. Ночная была. Фильм вроде бы говорили. А это уже другая съемка. Только реклама. Ну, разные проекты. Разные продакшены. Если мы корректно, так. Мы все кушаем. Всем приятного аппетита. Кто кушает, а кто нет. Покушайте. Сходите. О, друзья, я засыпаю уже. Это трупец просто. С ребятами познакомился. Он выживает тоже, оказывается, приехал. Молодежь, видите. Старпер возле них. Все выживают. Все пытаются что-то добиться. Моя харя не помещается, да? Может, ближе встанете ко мне? Ну, ладно. Опа. Его закрыть. Так, все. Мне точно надо новый айфон. Ну, в будущем. В будущем. А сейчас надо, как у тебя, наш зеркалка. Ну, зеркалка. Самая эффективная. Могу снимать на зеркалку? Так. Не рассказывай зрителям секрет, что ты больше не поможешь. Кто никому не поможет, Макфест? Каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Каждый добивается все сам. Халявные коллаборации, это халявные. Но за халяву надо всегда отвечать добром. Да. Будем отвечать. А мы пока мы снимаемся, вот продолжаем массовочки. Реклама, не знаю чего, но какая-то реклама. Нельзя, в принципе. Это реклама. Да я даже не знаю, какая это реклама, если честно. У меня просто две более съемки. Одна священника, начинает продолжение. А мне загримировали. Короче, ребята, мы будем снимать, а то еще штрафанут. И денег не дадут. Ну что, друзья, выходит так, немножко я подзаработал. Сейчас немного отоспался, потому что целые сутки, полчаса, я работал. Заработать смог, как говорится, на хостел. Вот, пастыли обитают. Теперь проспался. Сейчас не секрет, монтирую блог. Просто я решил подписать. И вспомнил, что посмотрел по кадрам. Я не рассказал, что я вернулся. Мы отсняли. Где-то закончили к девяти часам съемку. Это было тяжело. И реально я уже вырубался, потому что реально я не спал всю ночь. До трех отработал там. Потом пошел на другую съемку. Вот эту, где переодевали уже в классическую. Там снимался, как сказали, фильм «Священников». А в другой съемке мы какой-то рекламный снимались в виде рекламы одежды. Там магазин, интернет-магазин. Типа, как наши вот эти интернет-магазины. Как ваши. Не знаю, кто откуда смотрит, но вы поняли суть. Кстати, я вот на верхнем этаже ночую. Блин, постель надо было заправить. Но я не специально. У меня вот, видите, вот эта штучка. Вот эта штучка полоской. Тут отвалилась ночью. Я думал, у меня компьютер. А я с собой его взял. И думал, что отвалится. Сейчас стратегия того, что по работе это искать. Мне позволяет делать монтаж. Видите. И я теперь могу спокойно монтировать ролики, снимать на телефон. Кроме блогов, есть нюансы того, что снять. Можно еще какие-то ролики, кому-то помочь смонтировать. Конечно, не секрет. Я долго не монтировал. Сейчас буду ковыряться по поводу, какие азы я потерял. Потому что реально я что-то подзабыл. Например, подзабыл. Фу, как... Вот, например, ролик, да? А он... Вот тот по центру. Вот так вот покажу. Ой, я переверну в камеру. Вот ролик, да? И, например, вот надо вырезать вот здесь, да? Убирая здесь. А надо это подтянуть. Вот, чтобы не тянуть по одному, да? Я забыл, как тянуть по кусочку. Все примагнитить, вот это все. И сюда вытянуть. Вот такие моменты я подзабыл. Ну, это не столь страшно. Но все равно неприятно того, что ты подзабываешь те нюансы. Но я думаю, что в течение недели, две, я просто вспомнил... Ну, скажем, неделю. Я вспомнил некоторые азы, некоторые, может, нюансы в YouTube. Ну, вот такие вот мелочи, которые чуть-чуть что-то забылось. Не секрет, я монтирую. Я знаю, люди бывают спрашивают, в чем ты можешь монтировать. Я Final Cut могу монтировать в Adobe Premiere. А сейчас Sony Pro 15 я в Sony Vegas Pro 15 поставлен. Мне поставили в Казахстане все программы, все рецензионки поставили. Теперь я могу, ну, заниматься. Конечно, надо постепенно себя нагнать, догнать по монтажу. Я очень к этому стремился и очень хотел, как говорится, монтировать ролики. Без этого я себя чувствую некомфортно. Когда ты не можешь не вставить музыку, ничего. Я, конечно, буду сейчас просто обрабатывать, там, чуть-чуть где-то корректировать. А так вообще буду стараться через блоги, там, может, музычку вставлю. Кстати, ну, музыку, если вставлять, надо посмотреть или самому написать какие-то, ну, звучание, биток. Ну, посмотрим, может, получится и напишу что-то, но я не знаю, как сказать. Чужую музыку вставлять тоже не есть хорошо, потому что YouTube сам не любит, вот, чтоб ты вставил, все. И у тебя, типа, чужая музыка. Это просто нарушение авторских прав. Просто, если нарушить авторские права, и у тебя просто закроют канал. Ну, как вы знаете, я долго шел к этому, чтобы монетизация была, чтобы плюс шел долго не только монетизация. Фу, я мысль потерял. Ну, чтобы все было четко и ровно, и вы видели все правильно. Вот, сейчас переключу компьютер, чтобы экран много раз не показывать. Переключу сейчас камеру. Вот, смотрите, вот, если вот этот ролик, да, с Казахстана, я его не, не собрался включать там, рекламу. Остальные, где я, ролики, я включил монетизацию. А монетизация, это не секрет. Вот. Сейчас. Я что-то уплыл. Так. Так, уплыл. Вот, монетизация, получается, вот, все должно быть хорошо. Не нарушение, когда нарушение, тогда будет плохо. А монетизация, вот, монетизация, типа, все одобрено, тут пишут. Типа, все одобрено. А вот аналитика. Ага, старую версию надо включить. Классическую. Ну и, кто не знает, я на своем ролике на YouTube не зарабатывал. Вот, типа, такой пример. 33 цента, типа, заработалось в первое время. Ну, да, будем стараться улучшать себя. Ну, как говорится, будем стараться улучшать себя. И то, что я снимаю. Надеюсь, все получится, друзья. И, сейчас пока я здесь, но дальше надо двигаться к мечте. Со мной тоже основное. Не мучиться в жизни, не страдать. Чтобы достичь того, что путешествия дальше продолжить. И продолжить дальше того, что расти. Определиться с работами я смогу постепенно, да. И хочу определиться уже очень сильно давно, чтобы была квартира. Снимать именно квартиру. Где, может, мой сын будет приходить, оставаться с позволением мамы. Со мной я его, может, снимать, учить, как снимать, монтировать, может. Но, вы знаете, такие мелочи, которые, я думаю, что ему уже 8 лет, 1 сентября, отступного, уже можно учить, ходить с ним гулять, снимать. Сыном. И, в принципе, самое позитивное, то, что я хочу ему вложить. Не знаю, там, как бабушка, как мама. Ну, я ж не вижу события эти. А научить готовить. Хочу сына научить готовить. Там, ложь своей, чтобы вместе приготовили. Как мне вложили эти азы. И я очень счастлив, что я умею очень вкусно готовить. Может, когда-нибудь. Я вас тоже приготовлю. Ну, достигну такого уровня, чтобы у меня много подписчиков, немножко было. Чтобы создать сообщество встречи. Ну, как называют там, молодежь, фан-встречи. Но, я не фан-встречи, а сообщество моих подписчиков, друзей, которые, вы же, как друзья мне. Ну, что, спасибо вам за просмотр. Пишите, ставьте лайк, пишите комментарий и колокольчик. Не забудьте. Спасибо. Поехали дальше. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.